Такие голы в большом футболе до сих пор воспринимаются скорее как трюки. В футболе пляжном это обычный игровой прием, который, правда, шлифуется не один год. Игроки анапской команды «Легион», они же тренеры, показывают класс юниорам. Пляжным футболом в городе занимаются два десятка ребят. Этот вид спорта только завоевывает широкую популярность в России. Сборная страны уже дважды становилась чемпионом мира. Играют 5 на 5, включая вратарей. Специальный мяч более мягкий. В минувшем году взрослая команда вышла в плей-офф российского первенства. В этом выиграли открытый черноморский турнир, заняли второе место на краевом чемпионате, готовятся к окружным соревнованиям с прицелом как минимум принять участие в первенстве страны. Во-первых, созданы все условия для того, чтобы этот вид футбола развивался и как можно становился популярнее. И с этим ежегодно подтверждают присутствие команд, как и московских, питерских, саратовских, приезжают на сборы, проводят турниры. Это многофункциональная площадка. Здесь можно также играть в гандбол. Есть еще специальная площадка для пляжного волейбола. Для занятий городская администрация выделила часть муниципального пляжа. Играть могут как анамчане, так и гости города-курорта. Стоит задача повышать популярность пляжных видов спорта. Как говорят организаторы, они полезны для развития и для здоровья в целом. Здесь работают все группы мышц. Для ребенка, для взрослого. Здесь закачиваются мышцы. Травмы можно различные поправить здесь на этом песке. На твердой поверхности так не поправишь, как на песке. Это очень хорошо и оздоровительно для человека. Помимо пляжных в городе в режиме «пришел, поиграл» действует пять площадок для занятий игровыми видами спорта. Еще столько же в сельских населенных пунктах. Каждой приписаны тренеры, выдаются мячи и другой инвентарь. С мая и по октябрь, пока погода позволяет, мы поддерживаем работу именно на площадке. Чтобы дети, ну, профилактическая такая работа, отвлечь их от других каких-то занятий, чтобы они приходили здесь занимать спорт. Между делом к ребятам приходят участковые, чтобы напомнить им о детском законе, а также предупредить о возможных опасностях. Кураторы муниципальных программ говорят, что такой комплексный подход неизменно приносит плоды.